Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, должны ли православные судиться или надеяться на промысел Божий? Но тут некоторое противопоставление неверное. Прежде всего, конечно, когда мы вспоминаем промысел Божий, то вспоминаем Евангелие от Матфея, 6 главу, где Господь про птичек нам говорит. Нет, посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Ну, что, никто не заботится о том, чтобы поесть никак? Ну, кто-то может сказать, да не, я не заботюсь, но где-то что-то перехватил, где-то подкормили. Нет, если ты взял уже даже пищу, вилочкой, рукой к рту поднес, это ты уже позаботился о пище. Ты не лежишь просто и не думаешь, что она тебе в рот залетит. То есть, если буквально относиться к этим словам Христа о промысле Божьем, то, в принципе, вообще надо реально лечь и ничего не делать, даже рот не открывать для того, чтобы поесть чего-то. Но все-таки мы не буквально толкуем, а понимаем, что Господь нам говорит удаляться от некоторой суеты. Поэтому промысел Божий, Его забота о нас, вовсе не значит о том, что мы ничего не делаем. Наоборот, Господь говорит, что проявление любви к Нему – это исполнение Его заповедей. Господь говорит, я путь истины и жизни в Евангелии от Иоанна, и призывает нас идти по Нему, идти за Ним, действовать как Он. Что тоже подразумевает, что мы не будем бездействовать, но будем действовать. Поэтому то, что мы опираемся на промысел Божий, на Его заботу о нас, это никак нас не освобождает от необходимости по ходу жизни творить дела, потому что вера без дел мертва. Другое дело, что наши дела и наши поступки при надежде на Господа, при уповании на Его промысел о нас должны опираться на веру. И вот здесь уже мы возвращаемся к первой части вопроса – должны ли православные судиться? Апостол Павел в послании к Оринфянам говорит, что не нужно ни в коем случае православным идти и судиться у внешних, у язычников, если можно разобрать внутри общины какие-то разногласия. И здесь он дает уже более конкретные указания по тем словам, которые нам Господь в том же самом Евангелии от Матфея, который мы уже про отрывочки, про промысел вспомнили, но на сервис 18 главе Господь говорит о согрешающем братье. 15 стих «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего». Поэтому самое первое, что, конечно, христианин делает, он старается, если есть какие-то разногласия, не бросаться в суд, хотя, может, в суд это и выгоднее, можно какую-то компенсацию, денег заработать, не только восстановить справедливость, но еще даже что-то приобрести. Нет, надо прежде всего, Господь говорит, блаженые миротворцы, сыновей Божьей они нарекутся. И поэтому, если ты идешь на мировое какое-то соглашение, стараешься примириться, это, в принципе, хорошо. И здесь, однако, может быть ситуация, что, ну, как-то брат не готов идти на это примирение. Господь дальше говорит, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Тоже апелляция все-таки к мнению тоже, может, повлияет. Причем тут мы, конечно, видно, что тут брат, но брат, естественно, имеется в виду во Христе, то есть тоже православный христиан, а если судиться с человеком неправославным христианином. Нет, все-таки мы должны с любовью относиться к каждому, поэтому, мало ли, кто-то мы сможем обратиться к авторитету тех или иных людей, которые тоже как-то смогут ситуацию разрешить, и все тоже останутся довольны, и до суда дело не дойдет. Но даже если и это случится. Если не послушает их, скажи, церкви, а если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Конечно, для верующего человека мнение церкви, то, что если мы обращаемся к человеку, которым собираемся судиться и говорим, ну вот все-таки как-то не по Евангелию, а человек, например, говорит, ну даже может крест там носит, и свечки ставит, и может даже исповедуется, причащается, но поступает не по-христиански, и законы, заповеди Божии для него не указ любви ко Христу, он в данном случае не проявляет, не проявляя любви к нам, то Господь говорит, будет он тебе, как язычник и мытарь. А язычник и мытарь, как мы помним, Господь надо любить язычников и мытарей, сам он с мытарями на застолье лежал, вспоминаем притчу о милосердном собрании, о том, как любовь проявляется независимо от каких-то религиозных границ. Нет, в данном случае, что уже в какой-то момент могут вот эти внутри церковные отношения любви, попытки примирения не действовать. Если человек абсолютно вне церкви, что формально, он другой религии принадлежит, что формально он в церкви находится, но при этом не по-христиански живет, то уже тогда мы действуем в логике язычников и мытарей, то есть с любовью, с заботой, с готовностью простить, потому что это когда мы относимся к язычникам и мытарям, ну то есть к любым грешникам имеется в виду, мы все равно должны относиться по-христиански. Но все равно уже действуем по законам вот этого окружающего мира, где уже можно обратиться в суд. Кроме того, как мы помним, Господь говорит, даже в суд неправедный можно обратиться. Вспоминаем коротенькую притчу про немилосердного, несправедливого судью и правдову, о которой судья говорил, Бога не боюсь, людей не стыжусь. Ну вдова ему приходила и каждый день просила, и судья в ответ ей говорит, хоть я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но поскольку ты мне докучаешь, то я все-таки дело твое разрешу. То есть поэтому уже христианин, если он не может найти примирение, и человек не хочет примиряться, не хочет никак исправляться, то он может обратиться в суд, даже если это суд неправильный, и все равно бороться, все равно судиться, все равно опираться на закон. Потому что все-таки мы вспоминаем кесарю кесарю, Богу к Богу. Если по законам кесаря надо вот идти в суд, подавать какие-то операционные инстанции, Господь это не отрицает. Он просто говорит, что если где-то без этого можно обойтись, если где-то что-то можно решить в рамках любви, в рамках церкви, то лучше на этом сосредоточиться, потому что и так очень много дел нашей души, стремлений и дел нашего тела мы посвящаем окружающей суете, а лучше сосредоточиться на духовном. И если мы какое-то решение, проблемы можем решить в рамках духовной жизни, то это для нашей духовной жизни будет большой плюс. Если это невозможно, мы вот по Евангелии от Матфея все просеяли, просеяли, поняли, что ситуация такова, то действительно, как и в ситуации с язычниками, с мотарями, обращаемся в обычный суд, и дальше уже, зная, что возможные судьи немилосердны, несправедливы, все равно уповаем, как сказано, на промысел Божий. Что Господь уже решит, что возможно нам будет по закону, и все будет восстановлено, возможно законы будут иначе истолкованы, и нам тоже какое-то испытание будет принести, но в любом случае, что в случае победы в суде, что в случае проигрыша, Господь о нас заботится, и любое решение этого суда будет на пользу, может не нашему имуществу, не нашему земному благополучию, но в любом случае по промыслу Божию будет на пользу нашей бессмертной душе.